В эфире Канобовости и самые сливки игровых новостей за неделю. Проходящая в Кёльне выставка Gamescom снабжает темами одна краше другой. А вот и они. Питер Мулинье взялся рассказывать третью байку подряд. Heavy Rain льёт новыми подробностями, как из ведра. Mass Effect 2 устремляется к новым звёздам. Dragon Age Origins бряцает взрослым контентом. Кошмары Алана Уэйка становятся реальностью. Сказочник всей индустрии Питер Мулинье разразился громким анонсом. Fable 3 быть. Сначала один из актёров сболтнул лишнего, а теперь и сам Мэтр подтвердил эту радостную для многих новость. В третьей серии вам предложат стать ни много ни мало королём. Правда, для начала придётся свергнуть с престола прежнего тирана. А уж потом, в полной мере, самому вкусить все превратности власти. Как всегда, короля играет свита. Так что ваш трон будет окружён спиногрызами самого разного сорта. Сановники будут заискивать, дети орать, а сварливая жена досаждать неуместными советами. С таким окружением недолго будет скатиться к тирании. Вам предстоит судить своих подданных, принимать гостей с других континентов, да и самому куда-нибудь намылиться, предположительно, в Самарканд. Да, одним лишь протиранием штанов дело не ограничится. Король у нас будет боевитый, странствующий. Как говорил Пушкин про Александра Первого, кочующий диспот. И про него же. Всю жизнь провёл в дороге, а умер в Таганроге. Что же до Питера Мулинье, то он привёл более близкий американцам ориентир, капитана Кирка из Звёздного пути. Разработчики бронебойного эксклюзива для PS3 Heavy Rain продолжают интриговать игровую общественность. На прошедшей Е3 они представили одного из персонажей, агента ФБР Нормана Джейдена. А теперь пришёл черёд следующего, тучного детектива по фамилии Шелби. В представленной сценке он зашёл в магазин купить ингалятор, но был вынужден предотвратить магазинную кражу. Силой ли? Уговорами ли? Ещё один герой, над личностью которого приоткрыли завесу тайны, это архитектор Этон Марс. О нём пока известно немного, лишь то, что он готов пойти на всё ради любви. И, видимо, уже пошёл, раз без устали твердит о каком-то искуплении. Все четыре героя как-то связаны между собой и таинственным убийцей Оригами. Нам остаётся лишь любоваться роскошными роликами и ждать Tokyo Game Show, где обещали подкинуть новую пищу для размышлений. А между тем, Sony объявили о снижении цены на свою приставку и предъявили её утончённую версию PS3 Slim. Консоль компактнее своей предшественницы и потребляет на треть меньше электроэнергии. Глядишь, постройневшая и подешевевшая, она приманит в свои ряды новых поклонников. И тогда, к моменту выхода Heavy Rain, приставка нового поколения не будет казаться такой уж экзотикой, и больше людей сможет приобщиться к этой замечательной игре. Канадцы из BioWare привезли на кёльнскую ярмарку Тщеславия ещё немного Mass Effect 2. Гвоздём программы стала огромная добывающая станция Omega, которая, в отличие от Цитадели, собрала все отбросы общества. Люмпенов, контрабандистов и стриптизёж. Здесь нам обещают беспрекрас показать нелёгкий быт трудового народа и насевших на него эксплуататоров. Герою, как водится, надлежит вмешаться в ход событий и склонить чашу весов в одну из сторон, какую решать уже нам. Для устранения досадных препятствий на пути к нашему выбору отряду придан новый боец — ящероподобный бугай по имени Грунт. Интерфейс упростят, но без фанатизма. Разработчики решили отказаться от единого меню, где в кучу свалено всё — от оружия и медикаментов до спецспособностей и управления командой. Поговаривают и о новом транспортном средстве на смену старичку Маку. Мол, не одолеть старому коню все косогоры и кручи здешних необитаемых планет. Однако, как будет выглядеть новый вездеход, пока неизвестно. Показать его намерены в самом скором времени. Всё те же канадские игроделы порадовали поклонников тёмного фэнтези свежим трейлером Dragon Age Origins. В нём, наконец, можно углядеть заявленных в названии драконов и измочаленных героев, без устали сражающихся с тёмным порождением. Среди них выделяется пожилая колдунья Вин, у которой, что называется, есть ещё посох в рукавицах. Как в народе говорят, 45 — баба-ягодка. Момент. Ну-ка, стоп. Назад. А, вот и взрослый контент, на который так напирают разработчики. Герои разомлели у костра и решили немного отвлечься от ратных подвигов. Кроме полуобнажённых мужчин и женщин в подозрительно современном белье, взрослый рейтинг игре обеспечивает повышенный уровень кровавости. Ну, этим сейчас уже разве что ёжиков пугать. Как бы то ни было, сами создатели Dragon Age не устают повторять, что в своём детище они объединят все свои лучшие наработки в жанре RPG за последние 10 лет. Главный источник вдохновения — их собственное творение Baldur's Gate. Правда, не совсем понятно, как они собираются адаптировать столь старомодную игру для консолей нового поколения. Вероятно, во многом из-за этой и других трудностей сроки выхода проекта были сдвинуты на ноябрь. Не так уж и плохо, учитывая, что многие уже не чаяли увидеть игру в этом году. Ещё одно интересное видео пришло из Финляндии. Это Алан Уэйк, который долгое время пребывал в литургическом сне. Вот уже месяц как очнулся и подаёт активные признаки жизни. На этот раз решил высказаться сценарист игры — Сэм Лэйк. Он рассказал об Алане, как о своём хорошем друге и коллеге. Да что там, по сути, рассказал о самом себе. Ведь он честно подарил персонажу собственные черты, как и прошлому своему герою — Максу Пейну. Многое из того, что поведал автор сценария, и так давно известно. Что популярный писатель Уэйк страдает от творческого кризиса, что приехал с женой в маленький город Брайт-Фоллс в поисках вдохновения, что жена пропала, и последний недописанный роман-ужастик начал становиться явью прямо на его глазах. А вот вечно чихающего приятеля Алана мы видим впервые. Он будет вносить долю здорового юмора в эту предельно серьёзную историю. Серьёзнее некуда. Целый город оказался захвачен неведомой тёмной силой, от которой единственное спасение — свет. Впрочем, всё это мы и раньше слышали. Ждём новых, более существенных подробностей в самое ближайшее время. Ну вот и всё на сегодня. Если вам вдруг показалось мало, заходите на наш сайт. Там вы найдёте материалы по этим и другим ожидаемым играм. С вами были Канобовости. Заходите ещё.